Сергей, начать наш с вами сегодняшний разговор хочу с новостей о том, что в Беларуси прошли учения. Их суть, как заявили в белорусском МВД, заключалась в том, чтобы не допустить курского сценария. Учения состоялись в Брестской области на границе с Украиной и Польшей под руководством министра внутренних дел. Скажите, пожалуйста, к чему готовятся в Беларуси? И во-вторых, что могли прикрывать эти учения? Вы знаете, здесь постоянно идет борьба за влияние на доступ к телу, что называется, влияние на узурпировавшего власть президента между КГБ и МВД. Как ни странно, вроде бы казалось, внешняя задача, отражение курского сценария, вроде бы Министерство обороны должно полностью заниматься вопросом. Нет, вдруг мы с удивлением обнаруживаем, что почему-то этот вопрос курирует уже Министерство внутренних дел. С моей точки зрения, это в том числе и попытка еще раз повлиять на Лукашенко, показать свою необходимость, ну и соответственно, в общем-то, выбить какие-то бюджетные плюшки. То есть, ну вот, повторюсь, с моей точки зрения, ничего за этим большего не стоит. Столинщина, учения так и назывались, Столин 2024, в принципе, Полесье, ну что я могу сказать, но Полесье всегда жило своей жизнью. То есть, ну, контрабанда там всегда существовала, что при советской власти, что при любой власти, да, 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 что при немецкой. Но я, в общем-то, здесь не вижу, чтобы шел какой-то передел, там что-то, что-то как-то куда-то. Не было нигде никаких информации похожего плана. То есть, повторюсь, с моей точки зрения, это вот попытка, опять же, повлиять на Лукашенко, показать, что именно МВД готова, именно они готовы, в общем-то, верные, преданные, поэтому, ну вот, любите нас. То есть, это внутренняя история борьбы за власть. Это внутренняя история, да, да. А кому больше Лукашенко все-таки доверяет, КГБ или МВД? Вы знаете, периодически им удается, в общем-то, перехватить лидерство, то одному ведомству, то второму. И как раз вот Министерство обороны оно в этом плане, ну, как-то вот вообще в стороне остается. Лукашенко подписал указ, номер этого указа 353, и этот указ вводит изменения по вопросам службы в органах внутренних дел Беларуси. В частности, согласно этому документу, основанием для отказа в приеме на службу в милиции или ее прекращение может стать приобретение гражданства иностранного государства. Скажите, пожалуйста, а много с российскими паспортами сейчас в белорусском МВД? И вот будет ли действие этого указа распространяться на них? Ну, смотрите, это в первую очередь, конечно, адресовано по Польше. У нас одно отслеживают то самое, все движения тех, кто предположительно имеют карту поляка. То есть это в первую очередь на них. Я помню, был в свое время целый доклад Совбеза на тему того, что в Гродненской области, там по линии ГАИ, но польская диаспора типа создает свой такой вот клапчик. И именно Совбез занимался тем, что уже разгонял это все. Так что это в первую очередь, да, повторяюсь, это по поводу Польши, по поводу представителей с российскими паспортами. Часть вагнеровцев, которая пошла инструкторами в белорусские силовые структуры, но они поговаривают, что они получили все-таки белорусские паспорта, не именно, не паспорта гражданина, а паспорта по ведомству, которое занимается легализацией. То есть им выдали белорусские паспорта, они с ними могут выезжать, собственно говоря, и в Европу, и везде, но они не являются гражданами. А больше, собственно, случаев в том, что люди с российскими документами служат в белорусских силовых структурах. Ну, как бы давно мы уже такого не слышали, честно. Этот указ, он как-то связан с подготовкой к выборам в Беларуси? Да, 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 да. Сейчас все идет именно под знаком того, что приближаются выборы, и причем выборы напряженные, при всем при том. Напряженные сами выборы или уже избирательная компания показывает эти все моменты? Нет, им удалось после 2020 года выгнать из Беларуси, по сути, не то что даже по сценарию. В сценариях обычно 4-5 процентов, а им удалось выгнать, ну, кто называет цифру от 800 тысяч до 2 миллионов. То есть потенциальных противников Лукашенко в Беларуси осталось не так много, с одной стороны. Но, с другой стороны, Лукашенко не получил из Москвы подтверждение, но не дало это, клык на сбор податей для Орды. Поэтому Лукашенко, собственно говоря, предпринимает судорожные действия, в том числе и для России, показывает всеми этими учениями, которые проводятся, и постоянной дислокацией какой-то группировки войск. Возле украинской храницы. Как раз показывая Москве, что мы же его стараемся, да, мы его верно служим, верно отрабатываем. Лукашенко, повторюсь, он, да, создал все те же самые инструменты, что и Назарбаев создал для транзита власти. Напомню, им одновременно Москва советовала отойти. Но мы видим, что Назарбаев пошел по этому сценарию, а Лукашенко только создал инструменты и дальше не идет. То есть он будет баллотироваться? Похоже, да. Поговаривают, что Москве симпатичен кто-то из бывшего руководства белорусского КГБ. К примеру, называются фамилии Сергеенко. Сергеенко, он, по-моему, был замом в КГБ, а потом это самое. Потом он был какое-то время на администрации президента, руководителем администрации. Что якобы в Москве симпатичен вот такой вот выходец из именно спецслужб. Ну, то ли это путинское прошлое, то ли что. Но вот поговаривают, что есть такой вариант. При этом же Лукашенко в этом году он уже успел переизбрать всенародное собрание. Назначить себя там пожизненным руководителем. Да, вот поговаривают, что планируют провести сбор этого самого всенародного собрания. То ли в конце года, то ли в начале следующего, сразу в начале где-нибудь, январь месяц. Потому что есть информация о том, что выборы якобы у нас планируются все-таки на 23 февраля 2025 года. И будет ли сам Лукашенко выставляться, либо не будет. Но вот это зависит от многих факторов и обстоятельств. Китайские делегации сейчас зачастили гнист. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, Китай будет иметь влияние на выборы в Беларуси? И насколько китайская поддержка может, собственно говоря, поспособствовать тому, что Лукашенко примет решение принимать участие в этих выборах и даже, возможно, их выиграть? Да, 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 да. Лукашенко всегда надеялся на Китай, он всегда ставил на него. То есть он всегда стремился присягнуть не московскому посреднику, а именно пекинскому Сюзерену. Понимая, что Москва на сегодняшний день также слишком сильно уже, в общем-то, пошла под Китай, зависит полностью от Китая. И понимая, что именно Китай способен все-таки остановить оккупацию Беларуси. То есть Лукашенко критически надеется, он настолько уже заигрался с Россией, что он понимает, ну, в принципе, оккупация могла полно состояться в том же 22-м году, когда, собственно, Россия пошла войной на Украину. Тогда войск было вполне достаточно российских на белорусской территории для того, чтобы полностью объявлять о том, что все это наше. Что это всем губернии, как они там мечтали, и все это наше. Но поговаривают именно Макрон и Си Цзиньпин якобы вступились, замолвили слово свое, что не надо так делать. Сейчас Лукашенко... Сергей, я прошу прощения, если бы этот сценарий начал реализовываться, сопротивление какое в Беларуси было бы? Российским войскам. Вы знаете, на момент 2020 года оно бы было. Оно бы было, а вот на момент сегодняшнего дня, я уже не раз эту мысль как бы так забрасывал в информационное поле, что Лукашенко занимался именно предпродажной подготовкой Беларуси по крымскому сценарию. России нужно, чтобы здесь прошло все спокойно, красиво, даже если они проведут какой-то референдум о присоединении, для того, чтобы, ну там, хай проголосуя там каких-нибудь 3%, главное... А союзное государство это не присоединение? Союзное государство это и есть, собственно, это вот Камоцкий варан впрыснул, упустил свою жертву, впрыснул яд и ходит рядышком, ждет, когда жертву, собственно, лапки отброчит. Это и есть вот союзное государство, да. Похоже, что Лукашенко понимает свою ответственность, он не хочет стать могильщиком Беларуси, по крайней мере, при вот своем царствовании, своей жизни, не хочет он получить все эти проклятия от белорусского народа. Поэтому он всячески стремится на сегодняшний день избежать, чтобы процессы, если и будут происходить, то уже после него. Вернемся все-таки к Китаю и к тому, какую роль сейчас Китай будет играть в дальнейшей политической судьбе Беларуси. Китайцев Лукашенко устраивает или они тоже присматриваются к преемнику? И вот эти вот китайские делегации, которые приезжают, ведут ли об этом сейчас разговоры с Лукашенко? Вы знаете, но это все не на поверхности, это все кулуарды. Да, есть разговоры о том, что китайцы, в общем, не очень довольны, потому что Лукашенко умудрился испортить отношения со всеми союзами, со всеми соседями, и в первую очередь с представителями Евросоюза. Китай и Беларусь интересны как транспортный хаб. И в первую очередь это граница с Евросоюзом. Китай хочет, чтобы его грузы шли бесперебойно, беспроблемно, а Лукашенко умудрился испортить отношения. И вот здесь, понимаете, здесь лежит вилка, одна из тех вилок, которые Лукашенко должен на сегодняшний день разрешить. С одной стороны, вот тот миграционный кризис, который Россия создает на границу Беларуси с Евросоюзом, выгоден Москве, и она не собирается его останавливать. А с другой стороны, Лукашенко должен его каким-то образом установить для того, чтобы Польша пошла на какие-то переговоры, на какое-то соглашение, на нормализацию отношений. Но они до сих пор не могут найти компромисса, потому что, да, Лукашенко, с одной стороны, начал выпускать политвязни, тех, да, незаконно сужденных людей. Но это все делается... То есть это сигнал Западу? Это сигнал Западу, но сигнал настолько циничный, что просто, ну вы знаете, это уже... Например, за месяц выпустят 30 человек, при этом арестуют 60 новых. То есть что это? Создают сами фонд или что? Ну, причем людей, смотрите, если раньше такого не было никогда, сейчас могут и человека в возрасте, там, в 70 лет арестовать, на 4 года посадить за какой-нибудь, там, лайк в социальных сетях, либо за какой-то комментарий. То есть ничем не гнушаются, а выпускают именно на сегодняшний день, не извините за вот, вот, то, что озвучиваю, это цинизм. Выпускают тех, кто уже может там в тюрьме умереть. Вот этих в первую очередь выпускают. То есть, ну, очень все это дело, как бы так плохо пахнет, плохо пахнет. И поговаривать все-таки Китай не очень, да, доволен. Китай бы хотел, в общем-то, кого-то более предсказуемого, чем Лукашенко. Вроде бы даже, ну, вот, последний визит, последний визит, и в том числе посол. Посол запросил встречу на той неделе, китайский посол с министром иностранных дел, с Новым Белорусским, где, в общем-то, напомнил о тех обещаниях, которые Беларусь давала, что вот, почему вы их не вспомнили. С Польшей до сих пор не закрыт вопрос. Знаковый для Польши политвязень. Извините, не помню, как это по-русски, но я надеюсь, понимаете. Полит заключенный. А, да-да-да-да-да-да-да-да. Андрей Почобут, вот для Польши он знаковый, для Польши он знаковый, но вот до сих пор даже его не выпустили. А там у Андрея есть свое мнение. Он не хочет, он всю жизнь прожил в Гродно, он понимает, что если его сейчас обменяют, выпустят, то он уже не сможет после этого заехать в Беларусь, а он этого не хочет. Поэтому, видите, даже на таком уровне они этот вопрос не закрыли. Лукашенко, конечно, протранслировал по линии МИДа всем своим соседям, и Польши, и Украине, о том, что не работаете активно против меня, потому что, если, мол, меня не будет на президентстве, то здесь будет Россия. Он увязывает полностью себя, и Беларусь. Ну, вот это БССР его, это его детище, да. Приходится согласиться. Тезис не новый, тезис не новый, нам его где-то с 2007-го, 2008-го постоянно нам его в голову вставляли, о том, что лучше пожить пока под красно-зеленым флагом этим, БССРовским условным, чем под российским триколором. Но с того времени в плане развития национального государства ничего ж не было сделано, абсолютно. И я бы сказал, даже вопреки этому, Лукашенко продолжил уничтожение всей национальной культуры, национального образования, национального средств массовой информации. Все уничтожено. На сегодняшний день Беларусь это такой постсовок, глубокий, глубоко консервативный постсовок, который не хочет ни перемен, ничего. Основная масса людей, которые как раз хотели более свободолюбивые, они на сегодняшний день вынуждены уехать за пределы Беларуи. Для Китая, в принципе, их это мало интересует. То есть массового людоедства не происходит, ничего такого запредельного не происходит. В принципе, их это мало волнует. Но их волнует, повторюсь, именно транзит. И второе, что их волнует, это свободная экономическая зона. Лукашенко организовал на территории Беларуси этот китайский проект. Они реализуют великий камень. Где должно... Китай собирался поставить производство, то, чего ему интересно. Для того, чтобы, в общем-то, захорониться, уменьшая логистическое плечо, можно было конкурентные интересные цены создавать для Европы. Но оно, честно говоря, работает ни шатка, ни валка. То есть Китай не очень доволен своими капиталовложениями. То, что как он разместил свои деньги, что оно не приносит той прибыли, которой ему бы хотелось. То поговаривают, да, вот при последней визите якобы китайцы присматривались, в том числе, к премьеру Головченко. Но мы не знаем, так это не так. Повторюсь, да, кулуарный разговор о том, что вот Москву, Москвы, слово Москвы здесь будет более важным. Ее вполне устраивает Тергиенко. Ну и, видимо, Китай ничего против не будет иметь также. Субтитры создавал DimaTorzok